В январе 2020 вступают в силу поправки в Трудовой кодекс Республики Беларусь. Какие нововведения оказались наиболее долгожданными? Обсуждаем документ вместе, а также говорим о защите трудовых интересов граждан и безопасности на рабочих местах. С заботой о человеке труда. Сегодня эта главная тема. Мы начинаем. Итак, гости программы. Председатель Гомельского областного объединения профсоюзов Алексей Неверов. Алексей Николаевич, рад видеть. Глава администрации железнодорожного района города Гомеля Виталий Уткин. Виталий Юрьевич, здравствуйте. Начальник управления безопасности Открытого акционерного общества ЗЛИН Александр Данченко. Здравствуйте, Александр Михайлович. Добро пожаловать. АПЛОДИСМЕНТЫ Заместитель декана Юрфака Гомельского государственного университета имени Франциско Скорина, кандидат социологических наук, доцент Андрей Злотников. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Здесь интерес к этому документу, я могу сказать, в двух таких ипостасях. И как человека, и человека труда, и как социолога. Но оно, понимаете, оценка несколько двойственная. Это так называемый отцовский отпуск, потому что и позитивный есть, и негативные отклики. Очень много позитива, и, как мне кажется, очень много позитива со стороны женщин. Потому что они понимают, что теперь на законодательном уровне гарантирована отцу семейства, отцу ребенка возможность получить этот отпуск на 14 дней. Да, он неоплачиваемый. И вот в отношении этого был некоторый негатив и критика, когда пользователи, комментаторы писали, ну, какая разница, лучше эти 14 дней зарабатывать деньги. Ну, на мой взгляд, эти 14 дней важны не с точки зарабатывания денег, а с точки зрения объединения семьи. Понятно, особенно если это первый ребенок, то это крайне важно. Вы бы такой возможностью и воспользовались? Ну, если отматывать в прошлое, то 100%, говоря о будущем, не знаю. И еще одно понятие, которое появилось благодаря обновленному трудовому кодексу – одинокий родитель. Как понимаю, это еще один шаг в сторону отцов. Ну, а если смотреть глубже, наверное, еще один шаг в усилении социального вектора. Совершенно верно. И в поддержке тех социальных групп людей, которые оказались вот такой сложной жизненной ситуацией. О содержательных аспектах, я думаю, наверное, скажут более компетентные специалисты, потому что там четко законодатель прописал понятие, кто относится к одинокому родителю. И одна из категорий – это отец или отчим, который не состоит в браке, и один воспитывает несовершеннолетнего ребенка, в случае, если другой родитель в данном случае мать этого ребенка, она или умерла, или объявлена умершей. Ну, я не буду дальше перечислять, я думаю, это специалисты подскажут и понимают. Чтобы было более понятно зрителю, до недавнего времени льготами могла воспользоваться установленными только женщина. И это вот такое… Мать-одиночка. А сейчас эти льготы может получить и отец, если вдруг воспитывает ребенка. Совершенно верно. И это такое, на мой взгляд, может, это как-то пафосно звучит, тренд в сторону гендерного равенства, да, поскольку, может быть, процент таких людей и невысок, и хотелось бы, чтобы их вообще не было, так ведь, да? Но, тем не менее, они нуждаются в защите и заботе государства. И это, я думаю, вот это нововведение наглядно это демонстрирует. А вот еще то, что касается каждого, ну или практически каждого, новый подход к контрактной системе. Алексей Николаевич, подключайтесь к разговору. Главная задача еще более – замотивировать каждого работника. При мониторинге и в Гомельской области, и в Республике в общем, профсоюзами, было выявлено, что в большинстве предприятиев идет тенденция заключения каждый год на один год, как мы называем, контрактов. Под этим можно, в принципе, скрывать и скрытую оптимизацию численности. Когда человек, отработав один год, наниматель имеет право не продлить с ним контракт без объяснения причин, и человек остается фактически на улице. Поймите, что такое остаться на улице, не продлев контракт. Человек, получив или подписав контракт на один год, не планирует свою жизнь более чем на один год, тем самым ограничит себя в каких-то правах. Наниматель же, в свою очередь, заключив контракт на один год, не будет вложить в этого работника никакие деньги на переобучение, повышение квалификации и так далее. Страдает, в общем, производство. Человек, работая один год на предприятии, не имеет смысла или не видит смысла, в принципе, влаживаться в это предприятие, повышать свой уровень, тем самым отдавать и большая отдача работать на предприятии. Обновленная контрактная система. Как будет действовать с 2020-го этот алгоритм? Ну, давайте пойдем так пошагово, скажем так. Мы все прекрасно знаем, что контракт заключается минимально на один год и максимально на пять лет. Это контракт. По нововведениям, новеллам, скажем, трудового кодекса, заключение контракта с нанимателем и с работником может быть, в принципе, и на один год в самом начале, так? Может, на два, на три, как пожелает наниматель и работник. Но после того, как проходит срок, добросовестный работник, еще раз акцентирую на этом внимание, человек, который добросовестно исполняет свои трудовые обязанности, дисциплина, в том числе исполнительская дисциплина, он имеет право и наниматель обязан, в соответствии с трудовым кодексом, заключить с ним на максимально возможный срок. Поясняю, если был заключен контракт, предположим, на два года в самом начале, и человек отработал добросовестно эти два года, наниматель обязан заключить с ним контракт на три оставшиеся года до окончания контракта пятилетнего. Если же мы переходим на заключение нового контракта пятилетнего, то не менее трех лет, опять же, с согласия работника, либо же даже перевод его на бессрочный трудовой договор. Справедливости ради, говоря о обновленном трудовом кодексе, стоит отметить, что Федерация профсоюзов Беларуси при разработке документов, насколько знаю, внесла около 40 предложений по 30 статьям. Все верно? Да, конечно, верно. И это была работа, как сказал предыдущий мой коллега, здесь два с половиной года, более двух с половиной лет. Федерация профсоюзов работала совместно и плотно, получая какие-то рекомендации, прислушиваясь к областным объединениям, к отраслевым профсоюзам, республиканским комитетом в частности. Работая плотно с администрацией президента, с генеральной прокуратурой, с парламентом, разработали и предложили на обсуждение вот такие новеллы, которые есть. И в большинстве случаев они прошли. Напомню, поправки в Трудовой кодекс вступают в силу в январе 2020-го. Подведем черту в этой части разговора. Мне подсказывают, есть мнение и дополнение из зала. Давайте выслушаем. Пожалуйста. Валерия, отрасль АПК. Новеллы, которые коснулись Трудового кодекса, закрепляют единый подход привлечения работников к материальной ответственности, как работающих по контрактам, так и по трудовым договорам. В настоящее время декрет номер 29 президента Республики Беларусь предусматривает только полную материальную ответственность. В связи с изменениями в Трудовой кодекс будут применяться ограниченные ответственности как к контрактникам, так и к работникам, осуществляющим трудовую деятельность по трудовым договорам. Исходя из судебной практики, хотелось бы отметить, что при применении полной материальной ответственности суды применяют статью 409 Трудового кодекса Республики Беларусь, говорящая о том, что суд может с учетом степени вины, конкретных обстоятельств дела, материального положения работника, уменьшить сумму ущерба, подлежащую возмещению. Исходя из практики, уменьшение этой суммы в пределах 30%. Наталья Филипенко, профсоюз образования. Ну вот в дополнение к уже сказанному, хотелось бы еще отметить, что не только срок действия контракта для работника важен, но и его содержание. Это и условия оплаты труда, режим работы, продолжительность отпуска. И очень хорошо, что на сегодняшний момент в изменениях в Трудовой кодекс уже на уровне законодательства будет закреплено, что такой контракт с работником, который является членом профсоюза, должен заключаться при участии представителя профсоюзной организации. Это позволит дальнейшим избежать тех обращений, тех вопросов, которые могут возникать. Иногда бывают ситуации, когда работник приходит, а в контракте ничего, кроме его подписей, из-за существенных условий не прописано. Поэтому это даст возможность профсоюзной организации отследить сроки заключения контракта, чтобы те гарантии, которые предусмотрены в локальных документах, выполнялись в полном объеме. Юрий Мельников, председатель первичной профсоюзной организации «Гжуб Гоменский райжелкомхоз». Вот сегодня Алексей Николаевич очень хорошо подробно рассказал о продлении заключения контрактов. И у нас в практике работы первичной профсоюзной организации в прошлом году был случай, когда мы вступили в коллективные переговоры с нанимателем, когда он категорически был против внесения нормы именно о продлении контрактов на максимальный срок с добросовестными работниками. Дело в том, что такая норма у нас есть в соглашении между Министерством ЖКХ и Белорусским профсоюзом работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятиях на 2018-2020 годы. Эта норма у нас была, и мы вступили в переговоры коллективные. Нанимателем был против, но была создана комиссия по переговорам. Она не пришла к единому мнению. Был вынесен этот вопрос на обсуждение конференции. И на конференции, кстати, хочу сказать спасибо за поддержку Гомельского обкома профсоюза нашего. Этот вопрос был вынесен на конференцию. И там на конференции мы проголосовали члены-делегаты за внесение изменений. И с тех пор, вот у нас уже с июля прошлого года контракты заключаются с добросовестными работниками на срок от трех до пяти лет. То есть вы уже год назад шли на опережение законотворчества? Да, да, да. АПЛОДИСМЕНТЫ Алексей Николаевич, и, как понимаю, еще информация в тему разговора. Недавнее подписание трехстороннего соглашения между властью, нанимателями и профсоюзами. Чтобы было зрителю понятно, что простому человеку даст этот достаточно весомый документ? Соглашение это и есть, согласно Трудовому кодексу, нормативный акт локального характера, который действует на территории нашей Гомельской области. В настоящее время это тот документ, который помогает в первую очередь правозащитникам, работающим в судах, при отставине на интересах трудящихся, его права отстоять в первую очередь. И человек будет более уверен в своих правах, когда знает, что помимо Трудового кодекса существует еще и один нормативный акт на территории области, который защищает его права. Трудовой кодекс это основа правовая в первую очередь, а вот задача трехстороннего соглашения, которая подписывается с периодичностью, традиционно в регионах, это вот внести ту самую специфичность. Какую специфичность внесли в Гомельской области, чего нет у других регионов? Ну скажем, что это соглашение, подписанное в этом году, значит оно будет носить в большей степени уже обязательный характер для исполнения, чем который существовал до этого. Я не хочу сказать, что то соглашение было плохим или хорошим, но оно носило более рекомендательный характер. В настоящее время мы достигли соглашения и с нанимателем, и с исполнительной властью в том, что некоторые нормы должны нести обязательный характер. Я назову ту норму, которая может являться, скажем, не то что самая популярная, но она очень и очень больная норма, это выплаты семьям погибшим на производстве. И когда это было достигнуто об обязательной выплате до 120 среднегодовых заработных плат семье погибшего, это очень и очень большая поддержка. Не дай бог это произойдет, чтобы семья была уверена в том, что ее не оставят, и наниматель будет обязан выплатить те деньги, которые необходимы этой семье. Ну, можно перечитать множество норм. Нормы, кстати, которые были прописаны в соглашении, они также, как вы сказали, коллективный договор пошел чуть вперед, чем сам кодекс. В соглашении тоже указаны те нормы, которые мы подписали ранее, чем был, в принципе, подписан трудовой кодекс, но это лишь только, я думаю, идет на пользу. Да, это подтверждает то, что, наверное, сама жизнь подталкивает к шлифовке законодательства. Это тоже нормально. Защита права и трудовых интересов граждан по-прежнему приоритет в работе профсоюза в Беларуси. Тима продолжим с главным правовым инспектором труда Гомельского областного объединения Екатериной Филипцовой. Терина Александровна, добрый день. Подключайтесь к разговору. Итак, обновленный трудовой кодекс. Понятно, документ объемный, весомый. Кто поможет гражданам разобраться в деталях? Добрый день. Действительно, по сравнению с тем трудовым кодексом, который мы с коллегами пользуемся сейчас, обновленный трудовой кодекс будет значительно объемнее. Практику применения будем осваивать вместе. Как с коллегами, так и с нанимателями, с сотрудниками кадровых служб. Будем наблюдать. Ну а для работников, безусловно, мы уже начали разъяснять о нововведениях. Сегодняшняя наша встреча – это тому подтверждение. Еще один шаг в том числе к этому. Поэтому будем проводить информационную работу, встречи в трудовых коллективах. Какие проблемы чаще всего приводят граждан к профсоюзным юристам? Проблемы, с которыми к нам приходят граждане, достаточно разнообразны. В первую очередь, это применение трудового законодательства. Более 50% вопросов составляет именно данная категория. Это вопросы досрочного расторжения контракта, вопросы привлечения к материальной ответственности, лишения премиальной оплаты. Также граждане консультируются по вопросам применения пенсионного законодательства, гражданского законодательства, ну и жилищного. Как организован тот самый механизм взаимодействия? В первую очередь, как понимаю, по понятным причинам, это личные контакты и консультирование, но это может быть и заочная форма, и в то же время, и даже правовая помощь с доставкой? Все верно. Безусловно, личный контакт ничто не заменит. И мы с коллегами ведем ежедневно личный прием граждан. Причем консультируем не только членов профсоюза. Безусловно, к нам обращаются и работники частных структур. И которые не имеют возможности где-то в другом месте получить правовую консультацию. Не отказываем по причине непринадлежности к профессиональным союзам. Также очень большой популярностью среди работников, и не только работников, даже, скажу, сотрудников кадровых служб, пользуется телефонная консультация. Также ежедневно правовые инспектора принимают звонки. И иногда количество на всех 13 правовых инспекторов, как тому подсчитывали, достигает 100 звонков в день. Ну и, безусловно, как называется правовая помощь с доставкой, такое тоже имеет место быть. Это профсоюзные правовые приемы, которые, как правило, каждый последний четверг месяца мы проводим. То есть выезжаем в регионы области, в город Гомель. Эта бесплатная правовая поддержка касается только трудовых споров? В первую очередь, конечно же, трудовых, потому как профсоюзные юристы занимают должность именно правовых инспекторов труда. Как минимум ввиду специфичности. Да. Но из трудовых отношений вытекает также ряд вопросов, которые волнуют работников в связи с трудовыми отношениями. Это, опять же, приобретение права на пенсию. Приходят молодые специалисты, и их интересуют где-то вопросы распределения, перераспределения, вопросы жилищных правоотношений. То есть это постановка на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий. И подводя черту в этом блоке разговора, как понимаю, все-таки основная задача не только правовая помощь, но и все-таки досудебное урегулирование конфликтов. Всегда ли это получается? Как правило, когда к нам обращается работник, конфликт уже имеет место быть. В первую очередь, конечно, мы стараемся сесть за стол переговоров. Ведь где-то работник недопонял нанимателя, а наниматель сгоряча недопонял работника. Здесь уже как медиатора действуют. Да, своеобразно, да, можно сказать и так. Но если уже не получается достичь конструктивного диалога, где-то наниматель не идет нам навстречу, то мы готовы отстаивать интересы человека труда до конца. Мы идем в суд, мы подготавливаем правовые документы и осуществляем представительство интересов в суде. Виталий Юрьевич, подключайтесь к разговору. Вы, как опытный юрист в регионе, знаю, долгое время координировали работу с обращениями граждан. Как по-вашему, что главное в этом деле? Главное в этом деле, конечно же, чтобы человек был профессионалом. Им нужно родиться, как и работать с людьми. Это очень тяжелая работа, вы прекрасно понимаете. И убедить человека, что порой он неправ, его мнение ошибочно. И при этом, чтобы он не обиделся. Даже если он действительно неправ. Да, при этом, чтобы он ушел с коридора власти именно с пониманием. И не пошел как бы в другую сторону. Это очень сложный процесс. И поэтому эта работа связана не просто, как мы видим, первую картинку обращения гражданина и дальнейшее решение. Это большая аналитическая работа, большая психологическая. Как человека встретили, как он зашел в кабинет. Как дальше эта информация стала работать в среде. Поэтому связано с очень такими психологическими моментами. Один на один эта беседа очень серьезная. Когда это становится достоянием уже публичного обсуждения. Если вот перейти к трудовому кодексу, о чем мы как бы говорим. Вот эти изменения, которые сегодня мы вносили в соглашение, они имеют место в давней работе. Когда человек, трагедия происходила на работе, за ним оставался кредит, семья. То это все было учитано, да? Конечно. Вот эти все вопросы как бы аккумулировались и выходили, выносили на дальнейшее обсуждение, внесение изменений в законодательство. Это не только узкое решение одной проблемы человека, но и на законодательном уровне те или иные отрасли. То есть мы всегда должны понимать, что вот даже в данной ситуации, о чем мы говорили, здесь государственный интерес превалировал над ведомственным. И как бы профсоюзы на этом настояли, и все общество наше понял, что в данной ситуации должно быть именно так, и наниматель должен нести ответственность. Поэтому очень непростая работа. Сегодня вы возглавляете один из крупных промышленных районов Гомеля. Часто встречаетесь с трудовыми коллективами. О каких проблемах, о каких быловых точках в основном говорят люди? Это будет звучать как бы необычно, но на предприятии интересует тема, конечно, жилищно-коммунального хозяйства, быта. Приходя на промышленное предприятие нашего коллеги Назлин, например, слышишь тему жилищно-коммунального хозяйства, то, что интересует. Это и дворовая территория, когда человек возвращается домой. Отработав, отдав честный свой труд, конечно, он хочет приходить, чтобы это была благоустроенная территория, точно так от своих коллег. Поэтому можно назвать тему жилищного коммунального хозяйства, так как номер один. Этому уделяется особое внимание. Сегодня из городского бюджета выделена определенная сумма денег. Мы заходим в дворовые территории. В ближайшее время люди увидят изменения. Идет здоровый диалог, мы слышим людей. Мы специально ушли в коллективы, чтобы это не было такая шаблонная, бюрократическая. Мы пришли к людям, услышали, что они сказали, и решили этот вопрос в том масштабе, который необходим, не поднимая определенного социального напряжения. Диалог, который помогает развиваться. Вот еще один пример в тему. Знаю, что в регионе сегодня работает около 30 мобильных групп. Насколько, на ваш взгляд, они являются эффективным механизмом влияния на трудовую дисциплину? Это действительно важно. Я хочу сказать, что это такой лакмусовая бумажка, которая помогает осознать и руководителю предприятия, и человеку. То есть, если вы не говорите о трудовой дисциплине, это ответственность, которая наступает на нанимателя, она должна быть как бы взаимной. Человек тоже должен понимать ответственность перед своей семьей, когда он приходит на работу и работает качественно. Уровень заработной платы, которую он принесет домой. И также степень ответственности, не дай бог, когда с ней происходит травма, что он в этой ситуации переносит в свою семью и на что дальше обретает ее. Потом эти вопросы у нас сегодня довольно-таки переплетаются. И здесь, наверное, важно понимать каждому, что задача не наказать, а предотвратить и травматизм, и спасти жизни. А такое ведь тоже бывало. Это основная профилактическая задача этих групп. Поэтому и результат в этом году за 6 месяцев гораздо меньше произошло тяжелых травм на наших предприятиях. Эта цифра говорит сама за себя. Это человеческая жизнь, человеческая проблема, которая остается за кадром. Зачастую общество не видит это. Тогда эта семья остается один на один с этой проблемой. Поэтому и трудовой коллектив, и профсоюзы сегодня – это то, что идет в новом законодательстве. Опять-таки обращаемся к этой теме. А профилактика направлена на то, чтобы как можно меньше входило в действие законодательства, о котором мы сегодня говорим, носящие наказательный такой обвинительный уклон. И еще одно экспертное мнение. К разговору в студии спешит присоединиться главный технический инспектор труда Гомельского областного объединения профсоюзов Анатолий Лапудь. Анатолий Николаевич, добрый день. Подключайтесь к разговору. Знаю, вы убеждены, что контроль за дисциплиной в коллективах должен быть жестким. Добрый день. Вы знаете, по статистике за 7 месяцев этого года в Гомельской области, к сожалению, погибло и травмировало больше людей, чем в прошлом году. И если говорить о причинах, конечно, по нашей области в основном растут причины травмирования из-за нарушения самими работниками требования охраны труда и трудовой дисциплины. Поэтому, конечно, наверное, контроль со стороны нанимателя, после того, как он должен, естественно, обеспечить безопасные условия труда, должен ужесточиться. И все-таки более детально, что первостепенно является причинами травматизма и гибели людей. Возможно, причина в том, что когда мы слышим про безопасность на рабочих местах, нам кажется, что это истории, вот те примеры, которые периодически появляются, из других стран, из других городов. И мы не понимаем, что это истории соседнего двора. В основном же причины – это безответственное отношение человека к своей безопасности и нарушение нанимателям тех требований, когда нужно обеспечить безопасные условия труда работника. Спешить выполнить ту работу, которую нужно выполнить. Вот это, наверное, основное. Ну, если брать примеры такие жизни, вот в этом году в соседнем районе с Гомелем произошло два несчастных случая с тяжелым исходом. Кстати, получилось так, что наниматель сам, грубо говоря, нарушил его должностные лица, охрану труда и сами потерпевшие еще были в состоянии алкогольного опьянения. На одном из предприятий сельского хозяйства, кстати, это было в субботу, ну, в общем-то, решили сделать ремонтные работы на крыше здания. Позвонили работнику, руководитель, должностное лицо – выходи на работу, приступи к работе. Надо сделать работу. Ну, работа началась. Наниматель, естественно, тоже нарушил то, что должно быть выполнено. Он не проконтролировал, во-первых, то, что человек работает на крыше здания, и нужно посмотреть, в каком состоянии он. Это была суббота, после выходного, после пятницы, а пятница – вечер. Как говорят, бывают в народе люди и дома, как говорится, может быть, и посидят и за чаркой чая, и не только за чаркой чая. Это он не сделал. Человек полез на крышу. Тоже были нарушены ряд вроде бы элементарных вопросов, сохраняя труда при работе на высоте со стороны нанимателя. Ну и человек падает с крыши и получает тяжелую травму. На этот пример и многие другие можно и нужно влиять. Вы часто ездите по районам. Что, на Ваш взгляд, является наиболее эффективным? Ну, во-первых, нужно, наверное, прежде чем выполнять какие-то работы, нужно посмотреть, в каком состоянии человек этот находится, если он работает в группе риска. Это раз. Второе, что наниматель должен не так просто рассказать или спросить, вот я тебя проинструктировал, распишись. Он должен проинструктировать качественно человека, потому что, опять же, по статистике, 10%, около 10% несчастных случаев происходит из-за того, что человек был допущен к работе, не проинструктированный, не прошедший проверку знаний. То есть, ну, будем говорить так, иди работай, и все. Вот, некачественное проведение. Ну, естественно, сам работник должен помнить, что он должен выполнять требования инструкции по охране труда, ну и трудовую дисциплину. Это одна сторона медали. Руководители скажут, не все и не всегда мы можем заметить. И их тоже можно понять. В связи с этим, как понимаю, действительно важно, чтобы каждый член коллектива был с активной жизненной позицией. Как быть, если для многих, уверен, для многих по-прежнему, девизом по жизни остается известный славянский «Маяхата с краю»? Вы знаете, в каждой инструкции по охране труда, в каждых обязанностях должностных лиц написано элементарное, что это было сказано еще в директиве номер один главы государства. Работник должен немедленно уведомить нанимателя о неисправности оборудования, о подсутствии средств индивидуальной защиты, об ухудшении своего состояния здоровья. То есть он должен сотрудничать с нанимателем. Но это написано, как говорят, на бумаге. А на самом деле, что мы видим, это не выполняется. Дело в том, что мы говорим о профилактике. Самое профилактируемое, наверное, нарушение охраны труда и вообще, в принципе, дисциплины, исполнительность, это нахождение в алкогольном опьянении на территории предприятия, организации, учреждения. Все. Это самое профилактируемое. Невозможно быть на территории предприятия, организации, учреждения в алкогольном опьянении, незамеченном. Просто невозможно. А приори это нельзя. Его увидел или сосед по раздевалке, где он переодевался, когда пришел на работу, либо когда он выпивал на работе. Мастер, начальник и так далее. Масса людей. А человек в алкогольном опьянении на работе это или угроза самому себе, либо кому-либо еще. Поэтому, понимаете, я сразу об этом говорю. Профилактика, когда мы говорим, и когда у нас выявляются такие нарушения, находящиеся в алкогольном опьянении, это прямая вина общественных инспекторов, которые находятся на этом предприятии, которых мы, профсоюзы, не выбираем и обучаем. Наниматели в том числе. Вот это самое профилактируемое. И когда мы видим в статистике эти цифры, это все. Это можно относить сразу на счет недосмотрений, в том числе и нас. Не слишком ли мы большие надежды возлагаем на тех самых общественных инспекторов? Ведь работают они на общественных началах, а спрос серьезный? Вы знаете, иногда есть большие примеры, когда люди на общественных началах работают даже более продуктивно, чем люди, которые работают за зарплату. Все зависит от человека. Игорь Хрупкин, агропромышленный комплекс, технический инспектор. Хотелось бы прокомментировать еще случай, который привел Анатолий Николаевич. Одной из причин несчастного случая, произошедшего с этим потерпевшим, явилось выполнение им работ без прохождения обучения по соответствующей профессии. То есть то, о чем сейчас говорили, что наши люди должны быть обучены в первую очередь. Значит, а коль мы здесь обсуждаем Трудовой кодекс Республики Беларусь, то следует заметить, что работника, которого мы принимаем на работу, в первую очередь для выполнения какой-то профессии, у него должны быть соответствующие прохождения обучения и соответствующие документы в виде дипломов, сертификатов и тому подобное. Мне хотелось бы отметить еще общественных инспекторов и председателей первичных профсоюзных организаций, которые у нас работают неосвобожденными. И сказать то, что в строительной отрасли, например, у нас около 90% таких председателей первичных профсоюзных организаций. И мне, как правовому инспектору труда, очень легко с ними работать, в части того, чтобы разрешать какие-то конфликтные проблемы в организациях. И можно даже сказать, что более 40% обращений работников не доводится до судебных разбирательств благодаря вот этим общественным председателям первичных профсоюзных организаций. И я хочу им даже выразить огромное спасибо за их неравнодушие, за то, что они с полной отдачей относятся к своим таким общественным обязанностям. Вот именно они помогают нам в разрешении конфликтных ситуаций, в убеждении нанимателей по принятию того или иного решения по конкретным работникам. Алексей Николаевич, действительно очень важное дополнение прозвучало про инструкции. Их ведь достаточно много. Как исключить создание видимости их прохождения и подписи ради подписи? Когда мы видели те первоначальные документы, с которыми должен ознакомливаться человек, пришедший на работу, устроившийся на работу, конечно же, это перечитать за то время, пока ему делают инструктаж, это практически невозможно. И даже те инструкции, которые получает общественный инспектор для выполнения своих обязанностей в том виде, который они были изначально, тоже невозможно. Это должны быть небольшие, краткие памятки с объяснениями на конкретном рабочем месте, что нужно делать работнику, что нужно общественному инспектору, куда ходить, что делать и как выполнять. Самое главное, как выполнять. И когда вот это будет доведено до того необходимого профессионального уровня со стороны и общественного инспектора, и самого работника, тогда и будет порядок, а не будет этой формальности. Ну, прожите руку на все, скажите, как проводится инструктаж на предприятии, в большинстве своих случаев, когда приходит вновь в устроившийся наработник. Ему дают почитать инструкцию, почитал, расписался и ушел. В общем, мы снова возвращаемся к старому доброму институту наставничества. Конечно. То, что было. Конечно. И еще о важности порядка на местах. Александр Михайлович, подключайтесь к разговору. Вы возглавляете управление безопасности крупного предприятия, около 4 тысяч сотрудников. Какие задачи приходится решать и вам, и вашим коллегам? Задача основная стоит перед управлением безопасности и службой безопасности. Это защита экономических интересов, значит, соблюдение режима, внутриобъектового режима. Дальше соблюдение договорных работ, проверка, для того, чтобы мы проверяли контрагентов насчет их состоятельности. То есть работа ведется большая в данном направлении. И она, в принципе, необходима в настоящее время, так как много всяких нюансов бывает. И, значит, злоупотреблений в ходе заключения, допустим, договорной работы. Поэтому работа ведется в данном направлении. Также режим предприятия. То, о чем достаточно много мы сегодня говорили. В любом случае, контроль не ради контроля. И задача предотвратить, причем помогаете в этом плане не только рядовым работникам, но и руководителям. Так точно. Руководителю помогают, в первую очередь, службы безопасности. Она и создана для того, чтобы помогать руководителю. Так как основные задачи и стоят в этом. Руководитель не может контролировать весь этот процесс. И поэтому для оказания помощи эти службы, мы, в принципе, и осуществляем эту помощь. Насчет режимных мероприятий. Да, здесь вот поднимается очень много вопросов по перемещению через те же самые проходные. Людей нетрезвен в состоянии. Это очень жестко на предприятиях. В данном случае, на моем. осуществляется почему? Потому что за ним и, в самом деле, кроется очень серьезная ситуация. В том плане, что человек, который прошел не остановленный над проходной, он приступает к выполнению каких-то работ, где совершается там либо его нарушение, как говорится, он может пострадать, либо страдают люди, те, которые совместно с ним работают. Поэтому этому уделяется очень серьезное внимание. И в случае выявления данных нарушений, люди все увольняются с предприятия. Как это мне было жестко и больно. Хотя вот и случаи бывают иногда, когда специалисты очень хорошие попадают под эту раздачу. Ну, то где-то у них был какой-то праздник, и человек не успел отойти за ночное время. И придя на работу с утра, показывает остаточное пьянение. Либо где-то кто-то очень поздно это дело прекратил. Поэтому жалко расставаться с этими людьми. Но для безопасности это необходимо, потому что это все-таки жизни людей. На сегодняшний день, если так вот анализировать, это самое нам дорогое, что есть у нас в жизни. Поэтому на каждом этапе люди должны стоять на защите и упреждать вот эти все моменты. Мы сегодня действительно много на протяжении эфира говорили о безопасности на рабочих местах. Вот как по-вашему из опыта, что сегодня по-прежнему, несмотря на большую работу, которая проводится, является болевыми точками в этой деятельности? Понимаете, самый больной вопрос и болевые точки это люди, которые немножко недопонимают либо не оценивают обстановки. Допустим, если люди, которые стараются работой, выполняют свои честные, нормальные трудятся, но они не сознают то, что, допустим, кто-то захотел, что-то плохо лежит, прибрать к рукам, воровать, похитить, этим, значит, немножко обогатиться. Но он забывает о том, что, подсознание, о том, что это наше общее достояние. И вот, если что-то, допустим, похитили на предприятии, все это нужно восполнять. И восполняется это, естественно, за счет нашего кармана. Поэтому вот эти люди должны понимать о том, что, коль мы пришли работать, а предприятие всегда было, это и есть, это семья вторая, на которой больше в своей части времени жизни мы проводим именно на работе в этом предприятии. Поэтому должны ценить и, наверное, относиться очень серьезно ко всем этим вопросам. Я думаю, что к концу эфира мы вышли на формулу контролер равно помощник. И все бы хорошо. Главное, чтобы в коллективе это понимали. Вот вам удалось этого достичь? И как общаетесь в этом плане с людьми? Понимаете, мои специалисты, те, которые приходят на проверку на рабочие места, они, значит, вникают в эти работы. Вот. И при случае возможности, наверное, если нету там грубых нарушений, то есть мы стараемся помочь людям выйти с этой ситуации. Потому что самая главная задача это не наказать, а именно найти причину всего этого, чтобы потом не создавалось какие-то других аспектов. Поэтому немаловажно, вот эта работа, она и проводится. Нужно видеть и понимать. Кем бы ты ни был, человеком быть обязан. Поэтому мы подходим к этому вопросу. Забота о человеке труда тема эфира. Сегодня, уважаемые гости, время подводить итоги разговора. У каждого из вас по традиции есть буквально по одной минуте для того, чтобы подвести черту в этом разговоре. Андрей Анатольевич. Вы знаете, сегодня, я думаю, очень плодотворное обсуждение. И вот мне очень понравилась одна мысль, которую Алексей Николаевич говорил о том, что очень часто бывают ситуации, когда нарушение той же трудовой дисциплины коллеги видят, сотрудники видят. Но здесь я как социолог хочу сказать, есть такая часть славянского менталитета, когда мы воспринимаем, чтобы сообщить об этом, извините, таким банальным, простым словом называется стукачество. Мы почему-то думаем, что это плохо. Наоборот, мы можем спасти человека. Давайте, как правильно, Александр Михайлович сказал, главное это человеческая жизнь, это высшая ценность. Давайте об этом забывать и помогать в таких ситуациях. Давайте об этом как минимум подумаем. Алексей Михайлович. Ну, я считаю, что, наверное, все-таки нужно ответственно подходить ко всем этим мероприятиям, оценивать эту жизнь. Поэтому, правильно, здесь вот сказано, мы боимся идти стукачеству. Это может быть не стукачество, а медвежья услуга. Мы сегодня оказали, вскрыли какой-то факт, а на завтра он произошел, и мы потеряли человека. Это то же самое равносильно, что иногда вот человека можно за какой-то малейший проступок уволить с работы, да, но мы потеряли его, можем потерять как личность в этом обществе, потому что мы не знаем, что его ждет там за забором, за этим. И поэтому вот иногда приходится вникать именно глубоко в эти дела, обходить. Почему? Потому что покалечить судьбу сюда можно. Вот как дальше жить с этим? Вот это вопрос. Я с одной стороны как нанимателя, со стороны как работник, с которым заключают контракт, хочу сказать, что трудовой кодекс принят своевременно, тоже своевременно соглашение, но прокомментируя то, что сказали мои коллеги, то, наверное, четко на это ответил наш глава государства по справедливости, совсем недавно по совещанию. Все должно быть по справедливости, потому что в рамках законодательства прописать все ситуации невозможно. Алексей Николаевич. Ну, я соглашусь со всем, что сказали мои коллеги по сегодняшнему эфиру. Ну, самое главное, надо отходить от этого формализма и идти к практическим и конкретным действиям во всех направлениях нашей деятельности, кто бы здесь не находился, в этом студии. Итак, это были наши выводы. Сделайте свои. На этом ставим точку. Встретимся ровно через неделю здесь, в студии на Пушкина 8. До встречи. Покупить. Покупить счастье. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова